Деньги, бабки, миллион баксов, вот вся цена истории с девочкой Греттой. И вот почему всё это затеяно. Нобелевская премия как выгода от бизнес-проекта под названием «Девочка Грета». Вижу понятно, что весь этот проект, экологическая активистка, юная Грета, затеян только для того, чтобы получить тот самый желанный миллион Нобелевской премии. Это такой одновременно международный перформанс, ну типа как художник Павленский, прибивающий свои яйца к красной площади. И онлайн-спектакль в жанре реалити-шоу, согласованный со спонсорами, точно выверенный и сделанный по всем законам жанра. Не зря проект родился не где-нибудь, а в Швеции, что в квартире парткомитета Нобелевской премии. Не дай бог, нет, я не утверждаю, что Нобелевский комитет занимается махинациями и подтасовками, хотя такие случаи нам известны, особенно в том, что касается так называемой позорной Нобелевской премии мира. Я просто полагаю, что в Нобелевском комитете, в аппарате, сидит какой-нибудь нормальный чувак, который проанализировал все те поводы и признаки, по которому люди выигрывают Нобелевскую премию мира, и решил, а что если мы сами сляпаем себе такую куклу, которую сами же раскрутим, и которую сами же потом и дадим Нобелевскую премию, а бабки поделим. И вот тогда-то этот дяденька, знающий механизм изнутри, и задумал вместе с родителями Гретты использовать эту истеричную, недоразвитую, аналитичную девчонку с больной психикой в своих грязных, корыстных целях. Ведь кандидатура была выбрана самая идеальная. Грета, выросшая в семье родителей актеров, у нее и папа, и мама, и дедушка был актер, с детства мечтает о славе, об огнах рампы, но внешне она такая несуразная, недоразвитыми вторичными половыми признаками, и вдруг ей выпадает такой шанс. Тема подобрана идеально, хотя на самом деле, по большому счету, тема могла быть любая, хоть про климат, хоть про женский климакс, ведь, наверное, Грета, ее и ее недостатки и болезни родители использовали по полной. Все знают, что еще в 11 лет Грета пережила тяжелейшую депрессию. Она впала в анорексию. Несколько месяцев она не разговаривала ни с кем. Она похудела за 2 месяца на 10 килограмм. Ей был поставлен диагноз. Одну минутку, сейчас я прочитаю его точно. Синдром Аспергера-обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм. То есть, говоря проще, неумение находить разницу между важным и тростепенным. Родители девочки уже начали волноваться, пока не пришел тот самый умный человек и не подсказал им, что во все времена из таких девочек делали орлеанских дев. Сумасшедших, которые вскакивали на коня и скакали впереди войска рубя направо и налево саблей неверных и несогласных. Из Греты стали лепить орлеанскую делу наших дней. Ей только религию дали другую. Климатическую паранойю, одиночные пикеты, пара прикупленных журналистов, пара прикормленных блогеров. Да, нужно было потратить денег и немало, но игра стоила свечи. Мы же с вами уже видели такие проекты. Какая-нибудь мать Тереза, святая, летающая по миру на собственном самолете и ворочащая миллиардными фондами. Какая-нибудь медсестра Светлана, летающая на Боингах, исключительно в бизнес-классе. Какая-нибудь Анжела Девис, которую кормил с руки Советский Союз. Мы ведь с вами уже знаем, что будет дальше с проектом святая Грета. Я говорю с проектом, потому что у девочки этого отдельного физического лица и проекта святая Грета разные судьбы. Девочку жалко. Родители у нее сволочи. Дочка-то же игралась, а они нагло пользуются, хотя видят, что она находится на грани или уже за гранью мирного срыва. Грета как-то сказала, я умираю, если я не протестую. И это ужасно. Девочка не просто говорит, как герой некого фильма, да если не думаю о климате, кушать не могу. Нет. Грета говорит, да я за климат, пасть порву кому угодно. Она не просто пасть порву кому угодно, а на полчеловечства выдержит под корень за климат. Вот какая она, наша Грета. Пусть сдохнут все, лишь бы климат спасти. Проект, собрав всевозможные бабки, лавры, разделив доллары, тихо канет в небытие. Обидный, эстетичный ребенок с подорванной психикой, подсевший на наркотик слабой и публичности, уверовавший в собственную исключительность. Более чем очевидно, закончить свои дни очень скоро, принимая какую-нибудь дрянь. Бедная, бедная Грета. Я бы твоих близких посудил их в тюрьму по статье «Эксплуатация несчастного, недоразвитого, больного от ребенка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова